Привет, ребята! Добро пожаловать в наш влогмаз день 5. Сегодня вас ждет кулинарное видео. Будем готовить с вами вкуснятину. Ну что же, прежде всего хочется сказать, что у нас появилась маленькая елочка. Я ее специально поставила для съемок. Когда съемки закончатся, я ее уберу. Чтобы не было соблазнов для Хани и Вани с ней поиграться и вап-вап. А еще перед тем, как снимать это видео, я подумала, надо одеться как-нибудь празднично. Перерыла все свои свитера, хотела найти что-то с оленьями или санта-клаусом, ну или хотя бы красного цвета. Не нашла ничего подходящего, решила надеть нарядную красную помаду. Вот. Считайте, что это мой рождественский наряд. Вот у меня еще юбочка тут красненькая. Ну что, давайте начнем. Сегодняшнее видео посвящено новогодним блюдам. И я придумала приготовить на Новый год вместе с вами два. Первое, это будет салат, а второе, это будет десерт. Вообще, с детства еще я не очень люблю салаты. Но есть один салат, который я ем с майонезом с удовольствием, и он мне очень нравится. И именно его я хотела приготовить вместе с вами. В разных источниках он называется по-разному, но по сути это многоуровневый салат с ветчиной, грибами, картофелем, морковкой и яйцами. А на десерт мы с вами будем готовить чизкейк. И не просто чизкейк, а безумно интересный, изысканный чизкейк. Оригинальный рецепт называется Чизкейк Нью-Йорк, потому что пришел он оттуда, и я его очень люблю. Мой первый чизкейк, оригинальный, я попробовала на Манхэттене лет 26 назад. Шучу. Ладно, какой это был год? 2006? Когда мы ездили с моей подругой по программе Work and Travel в Америку и жили там 4 месяца. И мы были на Манхэттене и зашли в одно из кафе. Я не помню даже, как оно называлось, но я помню, что я специально заказала чизкейк Нью-Йорк для того, чтобы попробовать, какой же он на вкус оригинальный. Я попробовала этот вкус, я запомнила, насколько он сливочно-сырный, нежный. Что главное, сырный, не творожный, не муссовый, не просто сливочный, а именно сырный вкус. Я прямо сейчас говорю, у меня слюна выделяется. Этот вкус я запомнила, и когда я начала готовить десерты сама, больше всего мне понравился чизкейк вот с этим сыром. Представляете, чизкейк именно с этим сыром, лично на мой вкус, больше всего похож на тот оригинальный, который я пробовала в Америке. Но наш чизкейк будет не просто чизкейк Нью-Йорк. Мне хотелось добавить этому чизкейку нотку оригинальности, нотку изысканности, нотку праздничности. И я начала думать, а что же для меня является вкусным праздничным деликатесом? И как ни странно, это действительно сыр, но люблю я сыр с плесенью, сыр с белой плесенью или сыр с голубой плесенью. Поэтому в наш чизкейк мы добавим кусочки сыра с плесенью, и у нас получится чизкейк Дорблю. Наверное, так. Прежде всего, предлагаю начать с чизкейка, потому что он будет выпекаться достаточно длительное время, и пока он будет выпекаться, мы уже займемся салатом. Итак, и так, я уже сама в предвкушении. Чизкейк Дорблю. Прежде всего, нам нужно подготовить тесто. Предлагаю взять точно такой же, который мы использовали в предыдущем рецепте, тыквенного пирога. Это очень вкусное тесто. По сути, оно песочное, с добавлением миндальной муки. Но поскольку мы с вами его уже вместе делали, повторяться я не стала. Я уже взяла все ингредиенты, замесила тесто, охладила его в холодильнике, положила его в форму. И эту форму запекла в течение 15 минут на 180 градусах в режиме верх-низ. Э, вуаля! Получился у меня классный коржик. Видеорецепт, как делается это тесто, ссылку я вам оставлю в описании. Пройдите, посмотрите, подготовьте основу, а мы приступаем к начинке. Прежде всего, предлагаю подготовить духовку. Поскольку у меня духовка специфическая, у нее есть специальный резервуар для воды, куда заливается вода, закрывается, выставляется режим пар и задается определенная температура, то я буду пользоваться, конечно, этим. Но если у вас нету этой функции, то не беда. Установите температуру на 170 градусов, выберите режим верх-низ и возьмите противень для духовки, который наиболее глубокий. Налейте в него воды и поставьте на самый низкий уровень. Наливайте горячую воду, тогда она быстрее начнет испаряться и в духовке образуется такая влажность, которая необходима для выпекания чизкейка. Для начинки нам понадобится сливочный сыр. Я советую взять этот, но вы выбирайте сами. Для этого рецепта пригодится абсолютно любой сливочный сыр. Сливки 35%, сахар, сметана, ну и, конечно же, сыр с плесенью. Ой, и чуть не забыла, яйца. И также, как и в прошлый раз, точную громовку, полный рецепт чизкейка, а также салата, я напишу в описании. Будьте внимательны, смотрите все там. Все ингредиенты у нас здесь лежат. Мне понадобятся весы. Смешивать все ингредиенты я буду в своей любимой легкой пластиковой чашке. Прежде всего, кладем сливочный сыр. Сразу же сюда мы добавляем 100 грамм сметаны. Сюда же добавляю 100 грамм сливок. Сюда же добавляю сахар. И сюда же у нас отправляются 4 яйца. Есть все это. Нам нужно сейчас хорошенько перемешать. Сначала я это сделаю ложечкой, потом возьму венчик. Для того, чтобы консистенция получилась максимально однородной, лучше, чтобы все эти ингредиенты были изначально примерно одинаковой комнатной температуры. Не заморачивайтесь очень сильно. Чуть заранее достаньте все продукты и пускай они полежат какое-то время на столе. Сейчас еще хорошенечко перемешаю все венчиком. Сюда мы еще можем добавить ванильный экстракт или ванилин. Если это ванилин, пакетика будет достаточно. Если это ванильный экстракт, то чайная ложка. И теперь сюда мы с вами добавляем сыр в Дорблю. И вот легкими движениями я перемешиваю. И сейчас переливаю наш чизкейк в форму. Итак, мы отправляем наш чизкейк в разогретую духовку с паром на 170 градусов. И выпекаться он будет примерно час. Будьте внимательны. У всех духовки разные и нагреваются и отдают тепло. Они тоже по-разному. Поэтому время приготовления у вас может быть немножко другим. Важно, что когда он будет готов, я вам обязательно покажу, как он будет выглядеть, чтобы вы тоже понимали и вовремя достали свой чизкейк из духовки. Ставим в духовку и минут через 50 проверим его вместе. Сколько вкусного чизкейка будет! Класс! Через 50 минут мы тебя проверим, дружочек. Пока готовится наш чизкейк, давайте займемся салатом. Покажу вам ингредиенты, которые нам понадобятся. И приступим к их натиранию. Поскольку салат у нас будет многослойный, чтобы эти слои были максимально плотными и друг дружки, и сами по себе, их необходимо натереть. Ну и плюс майонезик поможет нам все это скрепить. По поводу новогоднего стола, всяких жирностей, сладостей, майонеза, я вам знаете, что хочу сказать? Не заморачивайтесь, что вы будете есть в новогоднюю ночь. Сколько это будет калорий, сколько конфет, сколько тортов. Заморачивайтесь лучше о том, что вы едите каждый день на протяжении всего года. Итак, для салата я уже отварила. Картофель, морковка, яйца. Нам понадобится ветчина, любая на ваш вкус. Также этот салат будет хорошо с вареной курочкой. Майонез или сметана, или любой другой соус. Возьмите тот, который вам захочется. Еще нам понадобятся шампиньоны. Вот здесь я оставила один для украшения салата. А то, как я их приготовила, сейчас вам покажу. Сначала я налила оливкового масла на сковородку. Добавила достаточно мелко порезанную луковицу. И обжарила минуты 3. После чего я добавила мелко порезанные шампиньоны. И обжарила еще минут 5. После чего я добавила миллилитров 100, наверное, сливок. И грибы со сливками я потушила еще минут 5-7. Еще у нас есть укроп, который я положу сверху грибочков. И петрушка и укроп тоже для украшения салата. Про форму, в которую мы будем с вами все это выкладывать. Вот у меня такая квадратная форма, оставшаяся из-под миндальной муки. На самом деле это может быть любой контейнер, достаточно глубокий. Или прозрачная форма, которая используется в духовке для выпекания запеканок, всяких, понимаете? Для того, чтобы в дальнейшем салат было удобнее доставать, я застелила эту форму пищевой пленкой. Вот так вот и вот так вот. Емкость может быть любой формы абсолютно. Смотрите только, чтобы она была достаточно глубокая. Итак, сейчас порежу сначала укроп и потом начну натирать ингредиенты. Когда салат будет готов и хорошо охладится, я планирую доставать его из формы, поэтому нам нужно его собирать вниз головой. А начинать мы будем с белков. Я беру яйца вареные и отделяю белки от желтков. Это не сильно влияет на вкус нашего салата, просто я хочу, чтобы самый верхний слой, он был белого цвета. И натираем. Терка у меня с емкостью внутри, из икеи. Я думаю, у вас либо такая же, либо похожая. И сейчас выкладываю их на самое дно нашей формы, плотно-плотно утрамбовывая ложкой. Наш белок на дне. Что нам важно сейчас сделать? Это обязательно его хорошенечко посолить. Сейчас нам нужно промазать майонезом. Следующий на очереди желтки. Делаем все то же самое. Трем желтки, выкладываем плотно-плотно, солим и промазываем майонезом. Я уже положила сюда слой желтка. Дальше у нас идет ветчина. Кладем ветчины, можем чуть-чуть присолить. И также смазываем майонезом. Ребята, прошло 50 минут. Наш чизкейк, смотрите, как поднялся. Давайте же его проверим скорее. Обратите внимание, как влажно должно быть внутри. Нам нужно взять полотенце, выдвинуть, как всегда, и вот так потрясти. Смотрите, видите, он весь еще трясется. Края не сильно схватились. Я ставлю еще минут на 10, и думаю, уже будет готово. Видите, у меня ее не так много по сравнению с другими ингредиентами. Все-таки она сладковатая достаточно, и я не хочу, чтобы этого сладкого вкуса было чрезмерно много в салате. Я ее хочу посолить, поперчить, чтобы она такая пикантная немножко стала. Сверху будет плотненький слой майонеза, после чего натираем картофель. Это будет завершающий слой нашего салата. Наш чизкейк еще больше подрумянился. Давайте проверим его на готовность. Выдвигаем противень. Смотрите, вот, края плотнее схватились, и трясется сейчас практически только вот эта вот серединка. Это то, что нам нужно, и я считаю, что он готов. Поэтому достаем этого красавца и охлаждаем при комнатной температуре. Какой он классный! Вот здесь у нас уже стоит готовый чизкейк, остужается. А вот здесь мы утрамбовали картофельный слой нашего салата, и он будет завершающим. Хочу вам показать слои, которые у нас получились. Там у нас яйца, ветчина, грибы, морковка и картофель. Вот такие аккуратненькие слои будут тогда, когда мы будем нарезать наш салат. А пока он должен хорошенько охладиться, схватиться, пропитаться. И я вот так вот заворачиваю пленку и убираю его в таком виде в холодильник. Доставать его из формы и украшать его я уже буду завтра. Челлендж найди в предновогоднем холодильнике место. Пожалуй, салат отправится сюда. Ага, отлично. Наш чизкейк охладился, он уже не горячий, и мы отправляем его в холодильник, для того, чтобы там он постоял еще часов шесть. Но в моем случае я убираю на ночь. Так же, как и салат, кстати. Для чизкейка место тоже нашли. У меня они будут стоять ночь в холодильнике, у вас пускай они постоят минимум шесть часов, прежде чем мы будем их открывать, украшать и подавать. Друзья, у нас наступил следующий день, и время доставать охлажденный чизкейк из холодильника. Вот он, красавец. Он полностью охладился, он очень плотный. Его будет сейчас легко доставать из формы. Давайте уже скорее отрежем кусочек и посмотрим. Только поглядите на него. Представляете, какое? Вы посмотрите, это ровное песочное тесто. Много-много вкусные сливочные начинки. И вот эти вкрапления, это дорублю. Изысканный вкус сыра с плесенью придаст этому классическому десерту праздничный интересный формат. Как вы видели, делать его вообще легко. Это, наверное, самый легкий и быстрый торт в мире. Я уверена, вы будете в восторге. Да, кстати, напишите, какие еще вы знаете варианты чизкейков необычные. Первый кусочек. Шикарный чизкейк. Я вспоминаю друзей и понимаю, почему они не носили его назад. Вот идеальный чизкейк. Безумно вкусный чизкейк. Периодически, вот когда на вилочку попадают кусочки синей плесени, аромат дорублю в нос поступает. Так что, ребята, это балдеж. Друзья мои, настал этот час. Мы можем доставать наш салат. Он уже пропитался, схватился и достаточно крепкий сейчас, чтобы мы его вот так взяли, перевернули на блюдо и он остался там формой определенной стоять. Вот смотрите, что у меня получилось. Сейчас я аккуратненько снимаю пастельонку. И еще одна у меня осталась. Ааа, потрясающе! Все слои аккуратненькие, ровненькие. Сверху он белый-белый, как я и хотела. Если вы хотите, чтобы ваш салатик был желтого цвета, сделайте сверху желток. Ребята, не мудрость твоя лукава украсила разрезанными шампиньонами и ветками петрушки. Получилось очень аппетитно. Это он, это он наш классный праздничный салат. Приятного вам аппетита и классных вам праздников! Ребята, у нас с вами будет очень вкусный Новый год. Ханя пришла прощаться вместе со мной. Обязательно приготовьте эти блюда в новогоднюю ночь, или в новогодние каникулы, или на Рождество. Порадуйте своих близких домашним вкусным салатом и изысканным оригинальным чизкейком. Это был пятый день нашего влогмасса 2018. Сегодня кулинарное видео, поэтому с вами только девчонки из нашей семьи, я и Хани. И мы провели замечательное время на кухне. Радуйте друг друга. И приятного вам аппетита! И Ванечка пришел с вами попрощаться. До встречи завтра! Завтра мы будем с Мишей. Пока! Пока! Так, 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 так. Убрали камеру от моего тортика. Воу, воу, воу. Сорри, сори, мэн. Не нюхай мой чизкейк. Как Джоу, не нюхай мой сэндвич. Ты моя крошка. Ну что, как вам наш лобус? Мне очень нравится.